Привет отдыхающим студентам и абитуриентам! Каникулы – не повод забывать родной универ. И сегодня вы в этом убедитесь. В ближайшие 15 минут с вами программа «Альма-Матер» и мы, Михаил Коробицкий и Анна Аксенова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Вступительная компания. Какие профессии нынче в моде? Молодежные стройки. Потрудись на совесть, заработай на зависть. Школьные базары. Сколько стоит собраться к учебному году? Аграрный колледж. Сколько доплачивают за хорошие оценки? Ох, и понервничали же абитуриенты в этом году. Столько надежд им давали. И дополнительный набор, и минимальные баллы по тестам кое-где снизили. И все равно говорят, подготовка нынешних абитуриентов похуже, чем в прошлом году. Но сентябрь-то покажет, кто действительно хотел стать студентом, а кто отмечал тесты наугад. А зачем ожидать сентябрь, если итоги вступительной кампании известны уже сейчас? Какие профессии нынче в тренде? Наши корреспонденты узнали. Это сейчас в коридорах университетов ни души. Но уже меньше, чем через месяц, здесь будет полно студентов. Первой встречи с вузами особенно ждут первокурсников. Позади у них нелегкая вступительная кампания. Какой она была в Могилевском университете имени Аркадия Кулешова, мы узнали из первых уст. В целом для университета приемная кампания завершилась довольно-таки удачно. Ведь на стационар конкурс составил в целом 1,8 человека на место. На самые популярные специальности конкурс составил 3 и больше человек на место. На 11 специальностей проходной балл был 200 и выше. В лидерах романо-германская филология, журналистика и правоведение, где на место претендовали по 12 человек. Тем не менее, недоборов избежать не удалось. По 5 мест остались вакантными на специальностях биология, география и на творческих специальностях педагогического факультета. Дополнительный прием на эти специальности министерство образования нам не разрешило. А вот после недовыполнения на физмат 12 плановых мест мы получили разрешение на дополнительный прием и очень удачно его выполнили. По 11 специальностям проходной балл оказался ниже, чем в прошлом году. Но в целом все равно же мы получили очень позитивные результаты. Например, на факультет физического воспитания 15 абитуриентов поступили без экзаменов. Они заслужили это право, поскольку стали чемпионами Европы, мира, призерами официальных европейских и мировых соревнований. В этом году студентами МГУ стали 15 медалистов школ, которые имели право поступать без экзаменов, и 14 отличников учебы из средних специальных учебных заведений. А вот в Белорусско-Российском университете благодаря дополнительному набору выполнили план приема на дневную бюджетную форму обучения. Первоначально недобор был на специальности технологии машиностроения, технологическое оборудование машиностроительного производства, автомобилестроение и автоматизированные электроприводы. В этом году у многих абитуриентов результаты по одному предмету не дотягивали до нужного минимума. Чаще всего это была физика, реже математика. И дополнительный набор для них был настоящим шансом поступить. Ведь на этой второй попытке необходимый минимум был ниже на 5 баллов. И упускать такую возможность не собирался никто. В итоге на дополнительный набор конкурс оказался выше, чем на основной. Более востребованной специальности у нас традиционная автоматизированная система обработки информации, промышленное и гражданское строительство, куда соответственно выше проходные баллы, чем на другие специальности. Ну а всем, кому стать студентом не удалось, есть еще год, чтобы основательно подготовиться к следующей вступительной кампании. Что нам стоит дом построить? Да легко. Молодежные стройки идут полным ходом. Я, кстати, тоже участвую в одной из них. Правда, Миш? Ну и как? Рассказывай. Потрудиться, конечно, надо. Чайник-курорт. Зато загар, как на лучших побережьях Черного моря. Да, заметно. Ну и как вы там? Прямо строите что-то? Прямо строю. Ну не косо. Стараюсь работать на совесть. Конечно. Я вообще работы не боюсь. И летом, кроме стройотряда, успеваю подработать еще на паре-тройке мест. Ага. Студент на все руки. А меня в стройотряд возьмут? Ну и сейчас. Еще ноготь сломаешь. Делов-то будет. Помнишь, ты просто боишься конкуренции. Скажи, а что ты там построить сможешь? Глазки? Не только. Лучше смотри следующий сюжет. Там и определишься. Игорь – студент четвертого курса. Учится на факультете промышленного и гражданского строительства Белорусско-Российского университета. Это его вторые летние каникулы в стройотряде. Парню всего 20, а он уже командир. В подчинении у Игоря 10 студентов. Ну, смотрю за порядком. Не так, что было, что строган. Ну, все работают. Не понесет без дела. Пойти работать в стройотряд студент решил, чтобы летом не скучать. И немного подзаработать. Вместе с другими студентами он помогает благоустраивать территорию детского сада в Могилевском микрорайоне «Спутник». Все-таки мы делаем благое дело для детей все. И так как это здание строится не на один год, мы вносим свой вклад, потом в дальнейшем можем заводиться за своих детей. Большинство студентов в стройотряд попали впервые. Я работаю первый раз в стройотряде. Ну, и для первого раза, в принципе, неплохо. Но есть и те, кто трудится так каждый год. В стройотряде я уже третий, второй раз. Ну, в том году мне достаточно понравилось, потому что коллектив был достаточно сплоченный. И не особо тяжело было работать. Всего в областном центре сформировано 168 молодежных отрядов, в которых работает больше трех тысяч человек. В Могилеве студенты помогают в строительстве детского садика, детского хосписа и офисного здания. Существуют и выездные отряды. В этом году молодежь участвует в строительстве товарно-молочных ферм в Чауском и Быховском районах и даже атомной электростанции в Гродненской области. При этом для многих такая работа – отличная практика. Честно признаю, что очень нравится, потому что я учусь на строительной специальности. Для меня это очень большой опыт. Строительные отряды девушек вряд ли возьмут. Зато их ждут на уборке урожая, зеленении территорий и в рядах вожатых. Подзаработать могут и несовершеннолетние в экологических и сервисных отрядах. К примеру, на предприятии «Горводоканал» или фабрике мороженого. При этом с каждым отрядом заключается договор, где указаны условия, в которых будут жить и работать студенты, а также зарплата. Заработная плата варьируется, безусловно, от профиля. Если строительные отряды, заработная плата от 4 миллионов и выше. Трудовой семестр начинается в конце весны. Но если студент решил попасть в стройотряд, позаботиться об этом надо еще зимой. Написать заявление в штаб трудовых дел или городской комитет БРСМ. Формирование стройотрядов продолжается. Работать они будут до 31 сентября. А я уже готовлюсь к 1 сентября. Вот, тетрадками для конспектов закупилась. Там, знаешь, тетрадки с обложками, где котики и красивые пейзажи – это для любимых предметов. А для нелюбимых – ну, там со всякими приколами. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас самые главные секреты раскрыла? Нет, с тобой в разведку не пойду. Не надо в разведку, ты на школьный базар сходи, а то потом будешь ручки клянчить. А может быть, это мой проверенный способ знакомиться с первокурсницами? У них-то ручки всегда есть? Угу, только смотришь ты всегда на ножки. Не уходи от темы, Миш. Так сколько стоит подготовка к учебному году? Альма-Матер приценилась. Собрать ребенка в школу – дело хлопотное, пожалуй, для каждого родителя и довольно-таки затратное. Это со студентами проще – пять тетрадок, три ручки и вперед грызть гранит науки. А вот школьникам, кроме канцелярщины и рюкзак, нужны школьная форма и костюм спортивный. А уж если в семье воспитывается два школьника и больше, помощь от государства как нельзя кстати. В нынешнем году 14,5 тысяч школьников получат материальную помощь по 400 тысяч рублей. Копейка-копейки и дети собраны. В многодетной семье Бедулиных пятеро ребятишек и двое из них – школьники. К новому учебному году пошли закупаться на школьный базар. Первая и обязательная вещь – рюкзак. Ликер нравится, что первый карман, второй карман, здесь карманы есть. Третий карман, четвертый карман, ну и много всяких. Вместительный, значит. Да, вместительный для моих книжек. Портфель побольше. Побольше. А что ты в портфель свой будешь складывать? Пенал, книжки, тетради, дневник. В среднем рюкзак школьный обошелся мальчишкам по 350 тысяч рублей. Не отходя далеко, выбираем в канцелярщину всевозможные ручки, карандаши, тетради и обложки. Ребята выбирают сами. Родители только подсказывают. Если придерживаться полного списка к учебному году, до 400 тысяч можно вложиться. Да, для третьего это тебе. Для четвертого тебе. Обложка тебе. Обувь школьную в среднем можно приобрести за 200 тысяч. Правда, цены растут параллельно к классу, в которую переходит ученик. Костюмы по 600 тысяч, брючки отдельно около 200. Нашим ребятам обувь и костюмы будут покупать в самом конце лета. А еще спортивный костюм и кеды. Ноги у нас растут быстро, скажем, очень быстро. Поэтому обувь надо покупать часто. Ну, помогают иногда знакомые, где-то кто-то тоже обувки. Ну, а к школе парадные туфли, конечно, тоже пойдем покупать. По самым нескромным подсчетам, собрать ученика младших классов будет стоить от полутора миллионов до четырех с половиной, старшеклассника до пяти миллионов. Как мама многодетная, Ирина хорошо знает, как не потратиться сильно в преддверии Дня знаний. Мы заранее стараемся покупать. Что-то остается с прошлого года, что-то покупаем заранее, в начале года, может, сразу после школы покупаем. Мы решили, почему откладывать. Надо денежки дали и вложить их сразу деткам, купить что-то для души, что-то по необходимости. То, что пускай они сами походят, выберут то, что им нравится. Выплаты многодетным семьям Могилевской области проводиться будут в максимально сжатые сроки. Список семей, которым перечисляются деньги, в нашей области расширен. Если национальная программа предусматривает выплату материальной помощи только тем многодетным семьям, которые воспитывают три и более школьника, то в соответствии с решением областного совета депутатов у нас выплата материальной помощи производится многодетным семьям, независимо от количества школьников в семье. То есть если в семье воспитывается один или два школьника, такая материальная помощь тоже будет выплачена. Буквально вчера отметили День молодежи. Кстати, Ань, ты знала, что 22% всех жителей Могилевской области – это молодежь? Те, чей возраст от 14 до 31 года. Да, а самыми молодежными можно назвать Могилев, Бобруйск, Горецкий и Осиповичский районы. Да-да, я знаю, что и в Климовическом районе парни ого-го. Взять, к примеру, воспитанников Климовического аграрного колледжа. У них сразу два стимула учиться на отлично. Ведь взамен от местных СПК они получают, во-первых, повышенную стипендию, а во-вторых, приглашение на летнюю работу. Сколько доплачивают за хорошие оценки и хотят ли сами студенты на земле трудиться? Мы побывали в Климовическом районе и все узнали. Ну вот у нас Остапенко Дмитрий. Посмотрите внимательно полностью. Стараются, парни учатся, они знают, что они будут работать в сельском хозяйстве, потому у них стремление есть изучить предмет правильно. Татьяна Владимировна не без гордости листает странички журнала «Куда ни глянь, отличники». Именно на них делают ставку и колледж, и хозяйство. Основная часть учащихся, обучающихся в колледже по целевому доллару – это около 60%. Из них 45% получают доплату из хозяйства. Это около трех до шести базовых величин. То есть учащиеся уже знают, что они идут, придут работать именно в то хозяйство, где заключили целевую договору. А вот и сам Дима Остапенко – будущий водитель, отличник, Леда проводит за работы. Трудится парень с восьми до восьми. В хозяйстве Тимонова ему предложили и практику, и заработок. Ну, 650 тысяч получаю в колледже, и плюс это доплачивает колхоз четыре базы. Ну, это мотивирует к учебе? Ну, конечно. Как бы механика – это мне по душе знакомо все с техникой с детства, ну, наверное, благодаря этому. А какие условия вас устроят как молодого специалиста? Ну, хорошая зарплата, техника, чтобы было хорошее, отношения тоже с уважением как бы должны быть. А хорошая зарплата – это сколько, если не секрет? Ну, как у нас говорят, средняя должна быть 500 долларов, хотя бы это. Коллега Дима Роман Стелькин – будущий зоотехник сам местный, так что работа в агрогородке его не испугала. А еще в детстве, маленькие деревни, познакомился там, коровы, тоже телята. Я думаю, закончишь этот колледж и пойти в эту Горецкую академию. Ну, а после Горецкой академии прийти сюда и работать здесь. Вы не боитесь возвращаться обратно? Нет. Помочь своему колхозу чем-то. Только получившим образование, трудно тоже прийти на рабочее место. У нас тоже только что появился новый завгар. Тоже помогаем, рассказываем, объясняем, поддерживаем, продерживаем. Также я тоже приходила отрабатывать, тоже мне помогали. Доучиться парням осталось всего-то пару лет после сельхозакадемия в Горках и родное хозяйство, где возвращению молодых кадров всегда рады. А на сегодня у нас все. Увидимся ровно через две недели. В среду на Беларусь 2. Все самое интересное студенческой жизни смотрите в Альма-Матер. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok